7 класс 16 серия решения задачи задача 1 вычислите найдите значение выражения надо увидеть закономерность числа которые записаны оканчиваются на четную цифру каждая следующая на две тысячные меньше предыдущего знаки плюс минус чередуются сколько всего чисел записано будет в этом ряду от двухсот тысячных до двухтысячных то есть их будет 100 от 1 до 200 200 чисел половина четные половина нечетные значит четных будет 100 эти числа надо разбить на пары значение разности каждой такой пары две тысячных если две тысячных умножить на число пар а пар будет 50 получится одна десятая ответ одна десятая задача 2 найдите наименьшее натуральное число которое делится на 5 определение на 2 3 4 дает в остатке 1 наименьшее общее кратное чисел 2 3 4 равно 12 если к 12 прибавить 1 будет 13 это то наименьшее число которое при делении на 2 3 4 дает в остатке 1 но 13 не делится на 5 значит наименьшее общее кратное надо удвоить и затем прибавить 1 получится 25 25 делится на 5 а при делении на 2 3 4 дает в остатке 1 ответ 25 задача 3 дана дробь 51 79 какое число надо вычесть из знаменателя и прибавить к числителю чтобы после сокращения получить 6 седьмых допустим это число x числитель будет 51 плюс x знаменатель 79 минус x после сокращения получится дробь 6 седьмых решая это уравнение по свойству пропорции находим значение x x равен 9 ответ 9 задача 4 цена товара сначала поднялась на 40 процентов потом еще на 20 процентов затем цену снизили на 20 процентов а затем еще на 40 как изменилась цена по сравнению с первоначальной обозначим первоначальную цену товара за 100 единиц сначала повышение на 40 процентов затем еще на 20 процентов и получится 168 денежных единиц затем снижение на 20 процентов а потом еще на 40 процентов получится 80 целых и 64 сотых денежных единиц а было 100 значит цена стала меньше на 19 целых и 36 сотых это в денежных единицах и что составляет 19 целых и 36 процентов от первоначальной цены задача 5 в пустые клетки надо вписать числа от 1 до 6 включительно так чтобы в каждой строке в каждом столбце и в каждом выделенном прямоугольнике 2 на 3 числа не повторялись так давайте посмотрим каких чисел больше всего больше всего четверок давайте начнем записывать числа начиная с четверок 3 четверки уже есть осталось записать еще 3 так в правом столбце четверка есть в этом столбце тоже четверка есть причем четверка присутствует в этом прямоугольнике и в этом значит в нижнем прямоугольнике справа четверка будет вот в этом столбце потому что здесь писать нельзя здесь нельзя в этой строчке четверка уже есть здесь нельзя значит 4 будет вот в этой клетке так теперь давайте рассмотрим вот этот прямоугольник в этой строке есть четверка значит нельзя записывать в эти клетки четверку и в этом столбце есть четверка значит здесь писать нельзя четверка будет в этой клетке так теперь давайте рассмотрим верхний левый прямоугольник четверка в этом столбце есть здесь ее нельзя писать и во втором столбце тоже есть четверка во второй строке есть четверка здесь нельзя значит четверка будет здесь все шесть четверок уже есть вот примерно так разгадываются такие головоломки начинать надо с тех чисел которых больше всего и чем меньше свободных клеток остается тем проще тем проще разгадывать то есть все 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 все